друзья всем привет вы на продолжение истории про hyundai trajet прошло сколько а сколько прошло на самом деле три недели ну так по-честному ну так по-честному давай вспомним мы ездили в понедельника сегодня да мы ездили недель две или три назад я даже не вспомню суть в чем надо было вы помните по первой части о чем были какие были договоренности что нужно было покрасить что нужно было сделать в общем это все делали порядка двух трех недель потому что девять дней только ждали правое переднее крыло его заказывали новое потом нам сказали что все готово оказалось что не готова потом нам сказали еще через два дня что все-таки все готово а оказалось снова не готова и вот сейчас мы уже по факту приедем посмотрим в каком состоянии автомобиль вы уже многие писали спрашивали а подскажите что это за ребят и где покрасить и где отполировать так далее договоримся с вами что сначала мы приезжаем максимально скептически просто осматриваем автомобиль их работу и если она нам нравится, вот тогда я скажу, куда ехать и где все это делать. Ну, вообще, сам скажи просто, веришь в то, что он вообще кому-то нужен будет? Ну, давай так, вот его цена будет примерно, ну, наверное, тысяч, ну, пусть будет 450, вот в этот зазор. Давай скажем, что мы запретили покупать его нашим сотрудникам, потому что не было бы и первой серии. Ну, да, на самом деле его действительно хотели выкупить уже несколько человек только из нашей маленькой команды Клинликар. Но ну, в принципе, у нас просто он будет на такую машину, согласен? Конечно, он будет. А что следующее? Вот скажи просто, вот мы продадим Транджет. А что следующее было бы прикольно? Вот найти такого редкого, уникального, эксклюзивного, чтобы сделать, поснимать, рассказать и потом продать? Чуть-чуть побольше. В смысле чуть побольше? Ну, что-то около Старекса, может быть, по размерам. Я имею в виду. Но больше уже в сторону микроавтобуса. Нет, ну а если какую-нибудь прикольную пушкогонку молодежную, какую-нибудь... 500? Какую-нибудь неликвидную, например, но интересную, недооцененную, что-нибудь, что можно купить за недорого, но машина, с которой можно было бы кайфовать. Да? Honda Civic 1.8 на автомате. Такие есть? Нет. Они кончились. Вот позавчера буквально последнюю забрали. Друзья, напишите в комментариях, кстати, вот сейчас мы провернем... Когда-то мы взяли Peugeot. Сейчас мы провернем такую же историю с Hyundai Trajet. Мы сделаем, покажем, расскажем, продадим. А какой следующий автомобиль было бы интересно вам посмотреть, чтобы мы нашли, мы сделали, мы показали, как это все будет происходить, сколько это будет стоить, и потом, скажем так, выставили его на продажу. Вот про какой автомобиль вам было бы действительно интересно, в каком бюджете, либо что конкретно за автомобиль стоит нам найти для того, чтобы вас заинтересовать. Давайте вот вопрос прямо в такой. Вот заинтересовать нашу целевую аудиторию, нашу публику. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотри, посмотри, какая красота. А? А? Красота тут от полироля. Видно, что остатки полироля. Посмотри на порог. Идеалити просто, да? Что могу сказать? Сейчас поднакачаем колесо, то есть его спустило, там надо будет обязательно заехать нам в шинку. Но это высоту движения мы с колесами разберемся. Посмотрите на кузов. Блин, давай смотреть на кузов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Слушай, скажи, пожалуйста, я вижу, отполировали кайфово оптику, насколько возможно, восстановили, химчистку сделали. Сколько у вас, если ребята приезжают, сколько у вас ценит химчистки салона? Ну, такой, ну, смотри, образно говоря, седан легковой, да, 300,5 тысячи рублей стоит. Это полностью салон? Да, да, да. С потолком. С потолком, с полом, пылесос сидений без съемок. Ну, то есть, не снимается, химчистка сидений, пластик, карта дверей, торкеда, все, то есть. А полировка кузова? Полировка кузова также стоит 3500 тысячи для седана, то есть, это в один проход финишной пасты, образно говоря, то есть, ну, это предпродажная подготовка. Хорошо, а если вот кто-то говорит, хочу там, ну, я не знаю, что такое, в один проход. Полировка, но такая более глубокая, да, мы можем, образно говоря, сделать в два прохода двумя разными пастами, но все равно не в ноль, если говорить честно. То есть, у нас, в принципе, и ценник такой, образно говоря, просто... Думя паста, сколько стоит? Ну, седан получается 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей. она действительно, то есть, глубже становится, одна паста, там, да, работает с лаком, с цветом, да, вторая паста, она работает с царапинами. А наносите какие-то покрытия, там, стекло, не стекло? жидкое стекло, на самом деле, неплохое, там, оно нормальное, то есть, многие детейлинги даже его используют, сейчас по фирме не скажу, кто же он наносит, слойно стоит 3,5 тысячи, но если он тоже на седан. У меня, кстати, есть интересный вопрос, опять же, вопрос к зрителям, которые смотрят наш канал. Мы автоподбор, мы занимаемся подбором автомобилей, часто автомобили, которые мы ищем, это автомобили возрастные. Ну, да. В каком бы хорошем состоянии не были, все равно выглядят они уже на свой возраст. А что, если мы бы, например, к подбору прикладывали бы какой-то сертификат, по которому можно было приехать и восстановить внешний вид автомобиля у вас, например? Если, ребята, не против, если им это актуально, конечно, мы только за. Напишите, это вообще интересная тема была бы? Я вот точно знаю, что на самом деле тоже хотел сказать. Не, вот знаешь, как обидно становится. Представь, я не знаю, будете вы ее подавать на авито, вот подготовишься так машину. Ну, то есть, ты сейчас понимаешь это с точки зрения бизнеса, что вот, да, жучок, да, к примеру. Знаешь, как иногда бывает? Не сделаешь этот жучок, потому что это морально уже в бизнес не получается. Ты вот покрасишь, грубо говоря, машину локально, а приходит кто-то и говорит, блин, а что багажник-то не сделали? То есть, ты ввалил, да, в тачку 40 косарей. Я считаю, что вы сделали ее лучше. И то есть, наш подход тоже в этом и заключается, что сделать ее лучше настолько, насколько это позволяет бюджет, чтобы тебе выгодно было ее перепродать. А вот, когда люди приходят, блин, ну, а что вы ее целиком-то не сделали? Я сейчас должен показать, о чем сейчас идет речь. Пойдем, я тебе покажу один жучок. Вот один жучок, который мы не стали красить. Вот это мы не стали красить, друзья мои. Просто из-за этого, так как он вот на изгибе, я так понимаю, и заходит туда чуть-чуть, то есть, нам пришлось бы красить полностью крышку. Да, то есть, ну, переход тут никак не сделаешь, да, а целиком получается, да, 6000 рублей стоило бы покраски целиком этой крышки, вот из-за этого жучка. Просто здесь, да, пшикнуть, а пшикнешь, понимаешь, просто будет колхоз. Скажут, типа, ты что, ну, что за колхоз? И вот иногда, да, лучше не делать. То есть, одну точку мы действительно вот решили оставить вот тут. Ну, ее и не видно, если честно. Я, знаешь, еще о чем подумал? Может быть, этот, не знаю, не делать полировка стекол? Есть же такая тема? Ну, вообще есть, но, честно, не занимаемся там специально оборудованием. Короче, частая просто ситуация, мы с подписчиками с вами сталкивались. Мы стоим, да, когда мы сами там готовили, машины красили и так далее, снимаешь машину через камеру. Говоришь, пацаны, мы покрасили, все четко, все хорошо. Так. каждый второй пишет, что за разнотон, что вы не в свет попали там и так далее. Вот начинает писать, камера просто передает четкий разнотон. Здесь тоже вот, на примере этой машины во избежание, если люди там начнут писать, о, они там попали не в свет, тоже вот часть подхода, вот как крашены машины. Подожди, тут есть не в свет? как тебе сказать, если прям докопаться, вот прям детально, согласись, образно говоря, переднее левое кло, оно возможно, чуть-чуть каким-то оттенком, оно отличается. Прям, ну, если прям детально смотреть более, но, если проанализировать ситуацию, но камера возьмет, а ты больше покажет, что вот эта дверь, ну, когда она красилась, образно говоря, кем она красилась, как подбиралась дверь, конечно, чтобы было все идеально, надо всю сторону поливать. но это же бабки, образно говоря, и если мыслить, исходить из того, что, да, как бы, ну, все-таки экономия денежных средств, ну, как бы, все же деньги считают, правильно, по сути, это лишняя бы десятка была, чтобы было прям четко там дав цвет, это еще и бантер, ну, или прикинь, всю машину вот четко из-за этого обливать, это какой бы ценник бы вышел бы? в районе 80, просто в плане того, что часто эти вопросы нам задают, как бы так покрасили, камера это передает, в целом в жизни, если как бы приглядеться, конечно, оно чуть-чуть... С тобой соглашусь, потому что даже на автомобилях, которых есть косметический окрас, мы сколько раз подбирали машины, мы же снимаем закрытие на камеру, нам потом писали, да, она вся разноцветная. Один фиг, конечно, это видно, как бы кто ни покрасил, всегда, просто говоря, видно, вот, ну, в целом... Кайфово, кайфово, спасибо большое на самом деле. Если это еще и не вылезет через месяц, два, три... Слушай, ну, вот по практике, вот по поводу вылезет, не вылезет, можете проехать, подснять Мазду, там стоит. Обычная процедура, Мазда 3КБК, мы ее продавали нашему знакомому полтора года назад. Красили тоже? Красили, да, все вот по такому же формату, арки вырезаешь, вставляешь металл, красишь, вот, ну, я снимал это подписчикам, все то же самое, все хорошо, то есть, два-три месяца вылезает, знаешь, как вот, я тебе рассказывал, если бы то крыло, образно говоря, да, то тонкий металл, крыло, мы бы, например, вырезали бы из него, да, и вставляли кусочки металла, бы сэкономили, тогда скорее всего бы... Поэтому мы поменяли крыло. Да, поэтому поменяли, и мы сами всегда это понимаем, такие моменты. Если обрагают пороги арки, вырезаешь ржавый металл, вставляешь туда новый, ну, понятно, шпаклюется, готовится, грунтуется и красится. Ну, сколько вот, ну, мы своим друзьям машины продаем, все это... Нормально все. Два года держится железно. Может, оно и пять будет, просто пять лет она еще не проездила, я не могу... Ну, что, друзья, я, в принципе, могу, вот вы видите результат, да, есть ребята около официал сервис, я прям вот готов порекламировать. Пока не могу сказать, как это дальше пойдет, но если Mazda за полтора года не зацвела, значит, все неплохо. По крайней мере, по химчистке, учитывая, что я у вас полировку химчистку на партнер делал, я доволен, сразу говорю. Ну, чего, тебе нравится, ты доволен, едем дальше. О, придраться надо, смотри, смотри, докапывается, понимаешь, докапывается. чуть-чуть. Вот, встань ты от капота, ну, ты помнишь, какой он был здесь, помнишь, какой он был здесь? Я помню, здесь можно было руку прям просовывать, сразу открывать и полететь. Все, спасибо большое. Все, давайте уже. Давай, если у нас еще такие темы будут, я тогда к вам прощаюсь. Погнали высоту движения. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну, в общем, вот он, вот он, визуально это просто конфета, ну, вот я скажу так, для пятого года он стал выглядеть просто шикардосно. Да, тут есть какая-то точечка, вот я ее сейчас найти не могу, но Серега вчера нашел. Что в итоге сделали? Помните, как он выглядел? Капот был сгнивший по кромке, здесь все сделали, красота. Соответственно, поворотничек у нас новенький поставили, да, фары отполировали, но насколько это возможно? Понятно, что машине 15 лет фара, 15 лет этому пластику, лучше он выглядеть уже, ну, просто не может. Вот это крыло, новое, даже не ремонтировали, просто купили новое, по-моему, около 9000, оно стоило с доставкой, там, мы 10 дней, 9-10 дней его ждали. Пороги переварили, молдинг покрасили, покрасили, ручку покрасили, эту, по-моему, не красили, по-моему, только ту красили, крыло покрасили, пойдемте дальше. Вот этот жучок, мне стали красить, сразу говорю, вот здесь жучок, точечка, потому что иначе пришлось бы красить всю крышку, то есть всю крышку из одной точечки красить просто не видели смысла. Дальше, арочку сделали, порог сделали, и здесь, по-моему, крыло, вот это крыло, вот это крыло ремонтировали, да, соответственно, то меняли, здесь можно было сделать, ремонтировали. Прошлись два раза полировочкой и отхимчистили задний ряд сидений. Отхимчистили, хорошо. Я очень бы хотел на этой машине пульнуть в этом году в Крым, реально. Машина не продастся, оставлю себе, поеду на ней в Крым, возьму друзей, кого-то из Клинликар, и погоним вместе в Крым. Ну что, погнали в ремзону, загоняем сейчас ее в ремзону, еще раз смотрим внимательно, что нужно по подвеске, там есть что поделать. По расходникам, по ТОшкам и так далее, машина обслужена, но у нас засвистело что? Ну, в общем, вот это посвистывание, скрип убираем, ремешки все приводные, наверное, меняем, масляца здесь свежая, в автомате свежая, по подвеске есть, там, говорю, подрамник гнилой, по-моему, наверное, будет поменять стойки задние, если не ошибаюсь. В общем, сейчас Саша у нас поднимет, посмотрит, сразу заказываем запчасти, за одну неделю задача, все, что нужно сделать, потом, как обещал, полноценный обзор и на продажу. Охрененно, блин, такой классный. Ремень генератора нужно поменять, он растянет. Ремень кондиционера. Что? Кондиционера. Тут три ремня стоит, ремень генератора, ремень кондиционера и ремень насоса ГУРа. Когда на насос переходит нагрузка, он совмещен, они идут вместе на помпе, то есть, от коленвала идет на помпу, крутит помпу, а помпа уже крутит непосредственно насос ГУРа. Но тут не ремень ГУРа, именно вот... Ну, их вообще по-хорошему они меняются все три, но я смотрю, один новый, вот он. А эти старые, да, там два надо будет поменять. Хорошо. Масло, что в коробке вообще новенькое, только-только меняли, вот недавно. Ну, как недавно, в смысле полгода машина просто стояла, в общем-то дело. Ну, в двигателе относительно нормально еще. Я говорю, что там ТО было проведено вот до того, как нам отдали эту машину недавно, соответственно, ну, совсем. Давай поднимем ее, посмотрим внизу уже. все катализаторы уже удалены. Вот рычаги надо здесь менять. Смотри. Так, вижу, вижу. Давай, подожди, давай сама запишем. Говори, что записываю. Рычаги перед, стойки стабилизатора перед. Вот они. На, сейчас. О, постукивает как, Да, рычага два менять. Честно, я бы поменял лучше квадрамник, потому что он весь пошел. Машина большая, тяжелая, силовая, это силовая конструкция. Не дай бог, где в кочку попадешь, мотор абсолютно сухой весь. Диски-колодки в нормальном состоянии. Огонь. Ну, и с переда больше ничего нет. А вот ремни с роликом надо будет поменять. Серов. А, ремни, где подписано, вот он ролик, его надо будет поменять. Вот этот. Ролик. Натяжителя. Ну, здесь один. Угу, записал. Садик-колодки есть, диски хорошие. Ага. Это ливная горловина новая стоит. Пружины целые. Не, смотри, силенблоки, они целые. Но, есть один нюанс. Болты развальные. Да. То есть, пойдут они, не пойдут, будет жрать резину, не будет. Если начнет подъедать резину, или есть какой-то дискомфорт, в управлении, тогда, да, придется, как-то их разбирать. Тут может вариант быть, вплоть до замены рычагов. стоит она вряд ли, это все реже, греется, просто долго, время. пока, как бы, ничего не легкетит, ничего не болтается. Цело, все в порядке. Сухие. Ржавые, но сухие. То есть, машина стояла долго, но в основном, они либо текутные, либо нет. Я понял. То есть, ну, в принципе, нормально все. По задней, тогда ничего не делали? Нет. Небольшое запотевание заднего солёта. Это может причиной быть того, нет, не факт, что он потёк, она, машина, долго стояла. Резина чуть задеревенела. Машина начала работать, резина прогрелась, в маленькой, и она опять появилась свои свойства прижимные опять. То есть, оно могло маленько дымануть, да, и перестать опять, лишь такое, то есть, ну, бывает. Опять же, вот на этом я считаю, что лезть это не стоит. Да нет. Это, как бы, вообще ни на что не влияет, то есть, проблем никаких не создаёт. И с самого криминального, здесь только рычаг сгнил, и подрамник. Всё. Ну, окей. Ну, и трубку я вот эту ещё поменял. Что? Вот эту трубку. Это обратка рейки. Обратка рейки? Да. Ну, она делается сама, самопроизвольно, из-за медной трубки, там, сколько, 10-12 диаметров. её мы не закажем, а здесь сделаем? Да, мы её сделаем. Делаем. Втулки стабилизатора сразу поставить, ну, и забыть о них. Стойки мы записали, стабилизатора. И втулки стабилизатора. Лучше новое. Раз сейчас интернета нету, я список кинул в чат. Ремень генератора, ремень кондиционера, ролик натяжителя, рычаги передние, трубка рейки, это сделаем сами, Саша сказал. Стойки стабилизатора, втулки стабилизатора и подрамник. Соответственно, как будет возможность, сможешь просто оценить всё это, заказать? Подрамник мы что смотрим? У меня. Зависит от цены. Если разница не существенная, лучше новый. Возносится. Существенная? Ну, а БУ он будет, опять же, гнилый? Ну, здесь уже выбирать надо будет смотреть. А сколько вообще плюс-минус его цена может быть? Подрамники разные, начиная с 15-ти лишь. Сколько? Это новый. Слушай, ну давай так, если эта цена будет до 15-ти, можно новый, если цена там выше 15-ти, давай посмотрим какой-нибудь БУ. Хорошо? Ну, чтобы просто как-то посмотреть, чтобы он там не послечил с дырами вот насквозь. его привозят, я скоро осмотрю его. Ладно, все, я тогда попрошу, можешь сюда отписаться по стоимости, по запчастям? Честно скажу, вот с Peugeot, с Peugeot как-то не получилось, то есть, людей не заинтересовал проект с ремонтом Peugeot, да? Ну, я смотрю, что по просмотрам, наверное, и Trajet немногим интересен. Все-таки, если сейчас люди проголосуют в этом видео за BMW 97-го, да, он сказал, года? Да, да, да. Я думаю, что BMW будет смотреть больше людей, уверен, но вот мне ближе по душе такие автомобили, как Peugeot и Trajet, но не моя эта тема, BMW, Mercedes, вот эти пушки, гонки, молодняк, вот это то, что любят вот молодежь смотреть, но мне это просто не близко, мне никогда такие машины не нравились, я никогда не хотел такие автомобили. Мне вот дайте какой-нибудь сарайка, вот я бы, знаешь что, я бы, наверное, следующее хотел бы такое, поискать, купить максимально живой вот Dodge Caravan, также на автомате, Americosa, также его сделать, отхимчистить, покрасить, перебрать полностью, вот, ну вот это вот моя тема, вот большие семейные авто. Вообще, я очень хочу в этот сезон все-таки получить права категории А и сезон покататься на мотоцикле в хорошую погоду. Ну, так как у нас теперь открывается направление подбор мотоциклов, так как теперь есть человек, кто может помочь с покупкой мотоциклы купить хорошие, он сказал мне, что мы найдем тысяч за 150 плюс-минус классный, прям классный какой-нибудь чоппер, он сказал, чоппер так уже не называют, но суть в том, что это будет чоппер, то я прям загорелся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»